Как и было запланировано ранее, вчера в Москве прошли переговоры министров иностранных дел РФ и Японии. Как ожидалось, именно на этой встрече были согласованы документы, предназначенные для подписания первыми лицами через неделю. Собственно говоря, после демарша российского МИД, когда был вызван посол Японии и ему было высказано Фе по поводу утечек информации о переговорах в японскую прессу, таковых более не было. Ведущие японские издания почти никак не комментируют встречу, но кое-что все же можно понять. Поскольку стороны ничего не сообщили об изменении планов, а именно встречи на высшем уровне 21 января, все идет в штатном режиме, а значит документы согласованы и готовы к подписанию. Есть множество версий того, почему произошла такая резкая активизация РФ на японском направлении. Причем это не просто активизация, а лихорадочные движения, результатом которых может стать передача Японии островов. Сама такая возможность долго вызывала у Путина то сарказм, то истерику, и вот теперь все идет в таком ключе, что Москве это стало нужнее. Некоторые наблюдатели считают, что это движение происходит на встречных курсах, поскольку Япония заинтересована в российском газе после закрытия АЭС Фукусима и вслед за нею других атомных электростанций. Но эта версия кажется нам притянутой за уши, поскольку то землетрясение было достаточно давно, и АЭС тоже давно закрыты, и до сих пор Япония как-то обходится другими источниками энергии. Что же касается газа, то растущие объемы добычи газа в США гарантируют покрытие почти любого уровня потребности в газе. Кроме того, Япония сейчас является лидером в разработке технологий по добыче газогидратов, которые вскоре могут вовсе заменить большую часть добываемого обычным способом газа. Нам представляется, что здесь российские наблюдатели выдают желаемое за действительное. Япония – островное государство, и уже давно реализовала программу создания сети терминалов для приема СПГ. А раз так, неважно, чей это будет газ – российский, американский или катарский. То есть, у Японии нет проблем с покупкой газа. А вот у РФ эти проблемы уже есть, а в ближайшем будущем они будут лишь усиливаться. В общем, Японии нужны острова и морская акватория вокруг них, а газ – дело десятое. А вот РФ демонстрирует просто болезненную активность, и вот почему. Как мы отметили выше, Япония имеет самую развитую структуру для приема СПГ, а рынок сжиженного газа намного более динамичный и демонополизированный, чем рынок трубопроводного газа. Поэтому привычные монопольные игры российских нефтегазовых компаний тут не будут иметь успеха просто по определению. Значит, тут должен быть некий более веский мотив. Наша версия основана на том, что до какого-то момента Москва жестко ориентировалась на Китай. Туда она хотела сбывать нефть и газ, и туда же, после неприятностей в США и Европе, стали перебрасываться финансы тех, кто их нарубил в особо крупных размерах путем непосильного труда. Банки Гонконга просто трещат от российских денег, а свободная недвижимость почти полностью сметена гражданами духовной и скрепной страны. Это зомбированное население рассказывает про Крым, вернувшийся в родную говень. А люди более серьезные и состоятельные гаванью считали Великобританию, лазурный берег Франции, а также теплые и удобные районы Испании или Италии. Но вскоре стало понятно, что туда могут приехать суровые парни и отвезти их в один из федеральных судов США, где их махинации получат оценку в несколько десятилетий тюрьмы. Поэтому произошел массовый дрейф в сторону Поднебесной. Правда, в самом Китае регулярно ставят к стенке деятелей, которые сколотили себе состояние тем же путем, что и россияне. Но те вроде бы в Китае ничего такого не делали, а потому можно не опасаться неприятностей. Но скоро ситуация стала ухудшаться, поскольку Пекин поддержал санкции США относительно целого ряда российских граждан, а потому всем россиянам там перестало быть уютно и спокойно. Однако за последний год произошло еще кое-что уж слишком расстроившее россиян. Дело тут в истории Китая, который пережил тяжелые опиумные войны и где к такого рода бизнесу относятся крайне негативно. За последний год россияне жестко засветились в международном наркотрафике. Причем засветились как раз люди из того круга, который и вывозит деньги из РФ, в частности в Китай. Так прямо сегодня стало известно о том, что гражданин Канады Роберт Шелленберг приговорен к смертной казни за попытку перевозки партии амфетаминов в Австралию. В отличие от финансовых махинаций и откровенного воровства, которое совершали россияне, оседающие в Китае, причастность к наркотрафику там воспринимается жестко и без вариантов. Так можно неожиданно оказаться у расстрельной стенки просто потому, что был маленьким винтиком в большой операции российского МИДа по перевозке наркотиков. В общем, это могло стать последним аргументом для того, чтобы начать поиск новой гавани для своих тушек и своих денег. Если наша версия примерно согласуется с действительностью, то сделка с островами не последняя. И позже мы узнаем о том, во сколько островов была оценена возможность спрятаться в Японии. Впрочем, 21 января возникнет более определенная картина, о которой уже можно будет рассуждать более предметно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok